Доброе утро! Сегодня мы приготовим шипящую сковороду. Что это такое? Мы были в ресторане, и нам понравилось блюдо. Оно называлось шипящая сковорода. Ну и я решила попробовать дома сделать что-то наподобие. Получилось? С первого раза, конечно, не все получилось. Но проэкспериментировав с разными видами мяса, остановились на курице, что получается, пальчики облечишь. Верим вам на слово, но все-таки хотим видеть, как и что вы делаете. Нам понадобится куриное филе, лук, морковь, шампиньоны, болгарский перец, помидор и томатный соус. Соль, перец по желанию. А, лавровый лист еще нам нужен. Нарезаем куриное филе брусочками. Режем лук репчатый полукольцами. Крупно натираем морковь. Шинкуем болгарский перец. А помимо походов в ресторан, вкусной кухни, что еще привносит в вашу жизнь какие-то эмоции, впечатления? Ну, я увлекаюсь фотографией, мне это очень нравится. Ну, есть еще небольшие подработки. Очень люблю готовить. Я очень люблю, когда довольны моей кухней. Режем дольками шампиньоны. На разогретую сковородку вливаем пару столовых ложек масла. Поджариваем куриное мясо. Помешивая, доводим до полуготовности. Добавляем лук и продолжаем помешивать. Всыпаем тертую морковь. Вкладываем болгарский перец и продолжаем жарить. Добавляем шампиньоны. Добавляем томатный соус. Посыпаем молотым перцем, солью. Прямо в сковородку натираем свежий томат. Вкладываем в лавровый лист и доводим до полной готовности еще 5-7 минут. Выкладываем. Шипящая сковорода готова для того, чтобы засервировать и угощать любимого мужчину. Вот таким завтраком сегодня делилась с нами Светлана Безовикова. Приятного аппетита! Всем удачного дня!